доверие сегодняшнее видео именно об этом с кем не знакомы меня зовут эдуард васильев доверие уже давно стала экономической составляющей знаете вот однажды я прочитал одно определение про доверие если какой-то человек вам доверял больше чем вы того заслуживаете это не значит что он дурак просто он доверял вам больше чем вы того заслуживаете знаете вот если задуматься до над этими словами до являюсь ли я человеком которому можно доверять является ли моя организация той организации которой можно доверять и из чего строится вообще доверие доверие строится из двух составляющих это характер и компетентность если одно но на поверхности если мы говорим про компетентность то характер это то что на самом деле вроде бы да нельзя потрогать пощупать но на самом деле характер каждого человека его можно почувствовать да можно слукавить один раз два раза но в долгосрочной перспективе невозможно обманывать людей потому что каждый человек на самом деле чувствует говорят ли с ним искренне работают ли с ним по-честному либо его используют вторая составляющая это компетентность компетентность она на поверхности то есть компетентность это что это наши навыки наша результативность еще называют компетентность очень часто профессионализмом так вот если вы посмотрите доверие давно уже стала экономической составляющей чем выше доверие тем судьбы выше скорость чем ниже доверие тем ниже скорость и ниже дальше даже больше смотрите чем выше доверие тем выше скорость скорость принятия решений скорость поступков и тем меньше затраты когда доверие высокое когда доверие низкая скорость низкая а затраты выше ну например да вот смотрите много лет назад там 20-30 лет назад чтобы вылететь из аэропорта то есть в какой-то другое место тебе нужно было ну немного времени потому что не было настолько жестких контролев за безопасностью потому что доверие было больше и затрат было меньше обратите внимание на охрану аэропортов до на службу безопасности за счет этого стоимость билетов была другая то есть сейчас больше в рисков там с различных каких-то но эксцессов и так далее поэтому очень высокий уровень защиты безопасности в аэропортах издержки очень высокие все это бьет по карману конечно же нам с вами тем кто покупает авиабилеты это как раз вот прямой пример когда доверие низкая скорость низкая а издержки высокие то же самое в бизнесе если мы берем сетевой бизнес почему так получается у кого-то стремительный рост и этот рост не не разовый а долгосрочный это причина только одна таким людям доверяют больше доверие еще раз повторюсь строится на двух вещах на твоем характере и на твоей компетентности поэтому самое важное это вкладываться в свой характер и в свою компетентность какие твои на самом деле намерения по отношению к другим людям которых ты приглашаешь потому что да можно говорить одно но думать при этом другое то есть твои слова они сходятся с твоими истинными намерениями я очень часто ловлю сам себя на том а вот то что я говорю это на самом деле является моим намерением мы 20 лет уже в сетевом бизнесе 20 лет мы сотрудничаем с одной компанией oriflame 20 лет мы предлагаем возможности сетевого бизнеса знаете что я могу сказать 20 лет я могу искренне честно смотреть в глаза любому человеку кто был в моей команде кто есть моей команде потому что в сетевом бизнесе работает такое правило обмануть здесь можно только один раз и этот раз будет последний потому что в сетевом бизнесе честность это то что конвертируется в доходность чем в сетевом бизнесе выгодно быть честным сетевые компании это самые честные компании я подчеркну сетевые компании с долгосрочной истории я не могу этого утверждать за молодые компании потому что их нужно еще проверить временем а вот компании с истории 30 лет 40 лет 50 лет и более это компании которые проверены временем и доверие к этим компаниям выше так что тема доверия она очень глубокая есть такая книга скорость доверия я вам рекомендую обязательно изучить эту книгу скорость доверия эта книга важна для всех кто выбрал путь профессионального развития в сетевой индустрии с уважением к вам эдуард васильев